здравствуйте друзья вы на канале веселый инженер сегодня интереснейшее видео что такое про туберанец и фланг на червячной фрезе я знаю что многие из вас даже не слышали такие понятия как про труберанец и фланг но все-таки эти понятия есть и с помощью их удается изготавливать высококачественные шестерни как с припуском подми дальнейшую механическую обработку так и без него поэтому не переключайся ставь лайк авансом не забывай делиться с другом этим видео мы начинаем и так о чем же это мы смотрите есть конечно существуют у нас природе такие инструменты сложна режущие как червячная фреза червячная фреза позволяет нам получать не только зубчатые венцы конечно алой позволяет получать также и шлицевые какие-то поверхности но основная задача конечно в большей степени это получение зубчатого венца за получается зубчатый венец цилиндрический он может быть как косозубы так прямо зубы также зубчатый венец в принципе каждый венец не только цилиндрических шестерен но и всех остальных имеет профиль но сегодня мы поговорим именно про цилиндрические шестерни и этот профиль может иметь определенные модификации какие особенности профиля зуба можно получить путем изменения конструкции фрезы поехали фланкирование профиля зуба а вот смотрите мы взяли профиль зуба верни его половинку зуба да и разбили этот весь по высоте зуб на определенные четыре зоны зоны первая зона это высота фланкирования как вы видите вот от этой точки до этой между 2 и 3 грубо говоря да вот это расстояние это высота фланкирования второе это глубина фланкирования измеренная по нормали вот видите вот это расстояние от самой эволювенты да как вот этот раз разворачивается эволюента и расстояние до фактического зуба это называется глубина фланкирования нормали фланкированный участок профиля головки зуба под номером 3 то есть этот весь участок это и есть так называемое фланкирование и не фланкированный участок профиля зуба мы его должны были показать для того чтобы вы понимали что фланкирование производится только в определенной зоне зубчатого венца для чего же фланкирование вообще применяют есть достаточно сложные объяснения там какие-то там до определенное распределение зубьев по окружности я скажу проще что срезается лишняя часть вот этого зубчатого венца чтобы она не участвовала в процессе зацепления между шестернями когда они работают планкирование позволяет более плавно перекатываться по активному профилю и сразу выходить из зацепления минуя вот это так называемый вредный контакт отсутствие фланкирования до нас на зубчатом венце может вызвать такое постуквение или как говорят гремя до шестерни такое есть понятие это конечно негативно при работе любого механизма и так где находится фланг и протуберанец на фрезе и так смотрите вот такой вот рисунок перейти вот зеленым у нас обозначен зуб а синем обозначен зуб Нашей червяч ный фрезы и так смотрите вот есть фланг видите вот такая вот часть она может быть потому но может быть радиусная зависимости какая задача фланкирования у вас стоит здесь модификация виде фаски такой вот получается поэтому здесь просто под углом вот идет такой вот на рисунок профиле фрезы в разрезе под углом 35-45 градусов, что позволяет на зубе получить такую вот фаску. Также здесь есть протуберанец на фрезе, то есть вот эта вот часть, она ведь 5-5 градусов, обычно где-то от 5 до 8 градусов протуберанец, в зависимости, какой здесь радиус выемки вам необходимо получить. Видите, здесь вот этот радиус выемки, он, активный профиль зуба, заканчивается вот этой вот выемкой, то есть это, грубо говоря, выемка позволяет выходить шлифовальному кругу, либо, если вы делаете шевингование, то шеверу, да, выходить и обрабатывать вот этот вот припуск, который здесь вот указан. То есть протуберанец, он очень хорош, если вы оставляете припуск под дальнейшую механическую обработку путем зубошлифования, это чистовая обработка, либо шевингование, это тоже является уже чистовой обработкой зубчатого венца. Итак, как формируется фланг при фрезеровании? Как вы видите, вот фреза, да, заходит, заходит, вот она, заходит в тело детали, да, и выходит, и одной частью вот здесь вот срезает вот эту вот фасочку, да, и когда выходит, срезает второй. Как вы видите, получается вот такой вот профиль фрезы, ой, фрезы, говорю, зубчатого венца. Как формируется профиль с протуберанцем? Тут движения такие же, потому что фреза-то червячная, да, но единственное, что здесь получается у ножки и зуба вот такая вот подрезка, вот она, видите, так вот идет, да, подрезка, на глубину H. Соответственно, она может регулироваться, эта глубина, в зависимости от изменения конструкции вашего режущего инструмента, в нашем случае это червячная фреза. То есть протуберанец, если делать, допустим, там 8 градусов, будет одна подрезка, если делать 10 градусов, другая, но обычно больше 8 у нас не делают, хотя есть случаи, когда делают и больше. В зависимости, какие задачи и какая дальнейшая технология изготовления вашего зубчатого венца. Давайте посмотрим эти две шестерни, да, две шестерни, два рисунка рядышком поставим и посмотрим. Вот видите, здесь профиль идет вот так полностью, да, вот он идет, вот, это уже готовая деталь. А здесь он идет вот так вот, проходит, и вот здесь такой вот на глубину вот эту, видите, подрезка в ножке и зуба, то есть такой подрез получается здесь вот, и, соответственно, позволяет вот здесь вот этот металл снимать. И, соответственно, зона ограничивается, зона контакта зуба ограничивается вот именно фланкированием, да, сверху, а снизу она ограничивается путем изготовления протуберанца на червячной, на зубе червячной фрезы. Надеюсь, было понятно, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте делиться видео с друзьями, ставить лайки и подписываться на мои социальные сети. Всем добра, пока-пока.